Добрый день всем! Добрый день всем! Добрый день! 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 Если эти образцы показали себя корректно, делается заключение о выпуске всей партии. В течение мы проверяем каждую линзу, поэтому точно также вероятность получения некачественной линзы, что бывает при формовании выше. Ну и конечно очень важная система менеджмента качества, которая должна функционировать на предприятии обеспечивать качественный выпуск продукции. В 2021 году мы в компании OK Vision на территории особоакономической зоны в Дубне запустили первое в России производство мягких контактных линз методом каст молнинг это то как у нас выглядит наше здание и наше внутреннее помещение что мы делаем в дубне первый этап левая верхняя картинка у нас установлены два термопласта автомата это машины которые из исходного сырья гранулы полипропилена делают вот эти формочки папа-мама вторая картинка 2 правый верхний рисунок фотография показывает готовые изделия которые выходят с термопласта автомата получив эти готовые изделия на следующем этапе производственной линии мы производим вот это формование которое я показал то есть мы наполняем нижнюю формочку исходной смесью дальше происходит процесс формования и право нижняя картинка уже совмещенные изделия едут на линию где происходит полимеризация в нашем случае под воздействием тепла после того как у нас произошла полимеризация мы получаем то что мы называем полуфабрикаты тут левая верхняя картинка вы видите это такие штучные изделия два совмещенных молда между которыми внутри находится полимеризованная контактная линза преимущество работы с полуфабрикатами полуфабрикаты можно долго хранить на складе и в принципе проводить гидротацию только под какие-то определенные заказы потому что срок хранения 55 лет который с дата производства на контактной линзе указан он идет не с момента изготовления полуфабриката с момента гидротации линзы на автоматической линии далее мы производим разделение отделяем сначала верхнюю половину от нижней потом линзу от не саму линзу от нижнего от нижнего молда и передаем на визуальный контроль с помощью камеры проверяется наличие дефектов на линзе это стопроцентный контроль то о чем я сказал то есть визуально что линза должна быть без дефектов смотрится сто процентов а вот соответствие дальше базовой кривизны диоптрии и диаметра это выборочный контроль и после этого линзы раскладываются по блистерам где происходит гидротация и мы наносим лазерную маркировку с параметрами линзы что еще хочется сказать что даже вот на историческом фоне можно сделать вывод о том что метод производства контактных линз постоянно совершенствуются для получения изделий которые бы удовлетворяли современным требованиям пациентов части безопасности комфорта и кастомизации сейчас основные методы производства контактных линз о которых я сказал точение и формование методом космолдинг уже локализованы в россии поэтому некоторую такую балансировку геополитических рисков мы уже сейчас имеем нашей стране что эти линзы могут оставаться доступными для потребителя сразу может быть отвечу на вопросы которые которые возможно будут как на нас казались санкции которые которые были введены против россии и можно ли в текущих условиях продолжать успешную работу это вопрос на который мы себе сами ежедневно отвечаем потому что мы приходим на работу узнаем что новые условия ведения бизнеса потому что у нас есть поставщики которые отказали нам поставках есть поставщики которые отказались принимать деньги из россии соответственно мы находили схемы выплаты этих платежей есть поставщики которые отказались вести имеющимися маршрутами Практически все поставщики. Но на данный момент мы себе на этот вопрос отвечаем следующим образом, что возможности для развития есть, они просто немножко другие, не такие, как были вчера. Но, тем не менее, развиваться можно, чего я нам всем желаю. И передаю слово Женникову. Спасибо. Ну что, теперь технологии практики. Благодаря производству в городе Дубна были изготовлены линзы Prima Bio Bifocal One Day. И в результате того, что сейчас у нас есть два варианта режима ношения бифокальных линз, плановой замены и ежедневной, у нас немножечко поменялся алгоритм подбора линз. Теперь он будет осуществляться при помощи диагностического набора. Поэтому давайте с вами поговорим, каким образом на местах, в салоне оптики или в клинике подбирать эти линзы при помощи диагностики. Не буду долго рассказывать про сами линзы, потому что я думаю, что большинству из вас они знакомы. Но все же давайте сначала про дизайн. Дизайн линзы бифокальный. В линзе имеются два фокуса. Центральный – это оптическая зона диаметром 2,5 мм, которая обеспечивает высокую остроту зрения вдаль. На средней периферии имеется зона с адидацией в 4 диоптере. Почему 2,5 и 4? Это частые вопросы, которые задают коллеги. Объясняли уже и Александр Владимирович, и я на многих других лекциях. 2,5 мм – это действительно очень узкая зона, но нам же что важно, чтобы дефокус попал на сетчатку? А зрачки бывают разные. И вообще в целом зрачок – это очень динамическая структура, которая то расширяется, то сужается. И нам очень важно, чтобы при любом значении зрачка, при любом его размере дефокус попадал на сетчатку. Поэтому оптическая зона узкая. Что касается адидации в 4 диоптере, то тоже очень часто поступают вопросы, почему такая высокая. Потому что для нас более привычно цифра 2, 2,5. Но всё же исследования, которые, если присутствующие здесь слышали мой доклад в самом начале про контрастную чувствительность, я давала исследования, которые подтверждают, что адидация в 3-4 диоптере – это как раз-таки то значение, которое позволяет изменить гиперметропическую рефракцию и сделать её миопической. Если говорить про миопию в слабой степени, когда чаще всего профиль периферической рефракции либо миопический, либо слабый гиперметропический, на принципе может быть достаточно маленькой адидации. Но средняя миопия, высокая миопия, то здесь уже, конечно, нам будет недостаточно значения 1,5-2 и так далее. Поэтому здесь стандартное значение 4 адидации. Так, вернуться назад. Характеристики. Линзы Prima Bifocal Vanday практически не отличаются по характеристикам от линз плановой замены. Что изменилось? Изменилось влагосодержание немножечко, ну и непосредственно режим ношения. Также остаётся такая же оптическая зона, такая же адидация, параметры по базовой кривизне и диаметру, и оптической силе также остаются прежними. Что, в принципе, обуславливает очень лёгкий переход от линз плановой замены к линзам ежедневной замены. С чего мы начинаем? Ну, естественно, перед подбором необходимо провести полноценное обследование, да, полноценное обследование первичного пациента, которое мы проводим всем первичникам. И только после этого будем подбирать контактные линзы. С чего мы начинаем? В первую очередь мы начинаем, естественно, с беседы с родителями. Так как линза необычная, она имеет необычные терапевтические эффекты, естественно, зрительные эффекты тоже необычные, то нам очень важно в самом начале об этом поговорить с родителями и с детьми. Потому что очень часто такое бывает, что звонят коллеги и говорят, вот, у нас недовольные, дети плохо видят, затуманивание ощущают. А мы же говорим, это нормально, естественно, затуманивание будет, мы наводим дефокус. Но очень важно сразу же сказать об этих эффектах, рассказать, как работает линза, почему мы ее вообще в принципе решили применять. Здесь, конечно же, стоит сказать про осложнение близорукости, да, что это не только ошибка рефракции. Мы в первую очередь боимся осложнений в дальнейшем. И когда мы объясняем и детям, и родителям, для чего мы подбираем данный метод коррекции, и как он устроен, то им совершенно понятно становятся те зрительные эффекты, которые они у них вызывают. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать этим этапом, и в самом начале подбора стоит об этом говорить. Далее мы выбираем параметры диагностической линзы. Как я уже сказала, параметры остались прежними, да, то есть это один вариант базовой кривизны 8,4 и один диаметр 14,2. Также базовая кривизна, да, 8,4 – это не рандомное значение. Мы анализировали кератометрию пациентов, да, наших, и в основном приходили к выводу, что роговица у них более крутая. И плюс нам очень важно получить посадку, да, параллельную. Не такую высокую подвижность линзы, как мы, допустим, можем получить в монофокальных линзах. Вот. Но при всём при этом поверхность линзы, задняя поверхность, асферическая, поэтому мы получаем, как правило, параллельную посадку при значениях кератометрии от 7,4 до 8,2 мм. То есть когда вы делаете первичное обследование, да, рефрактометрия и кератометрия, вы можете сразу же оценить, сядет линза на глаз или нет. Если она будет находиться вот в этом диапазоне значений и при стандартном диаметре, то, скорее всего, мы получим хорошую посадку. Но, естественно, выводы мы можем делать только после того, как примерим линзу. И далее, что нам нужно выбрать, это оптическую силу линзы. Здесь всё стандартно. Мы сначала подбираем субъективную рефракцию в обробной оправе, и потом, с учётом вертексной поправки, выбираем оптическую силу линзы. И переходим уже к аппликации линза на глаз. Здесь тоже очень важным моментом является то, что после аппликации мы сразу же не смотрим ни посадку, ни оцениваем остроту зрения. Нам очень важно, чтобы прошло как минимум 20, а лучше 30 минут. За это время, во-первых, пациент привыкает к самой линзе на глазу, потому что очень часто это первичные пациенты. Им нужно просто привыкнуть к тому, что у них инородное тело в глазу. Во-вторых, нужно привыкнуть к зрительным эффектам, которые вызывает эта линза. Затуманивание кто-то интерпретирует как двоение. Естественно, оно будет, оно должно быть, потому что это подтверждает работу линзы. И плюс ко всему нам очень важно, чтобы линза уселась, грубо говоря, на глазу, потому что изначально, когда мы её достаем, она гидротирована, она в гиалуронате натрия, она достаточно плоско сидит на глазу. Для того, чтобы не делать ложных выводов о посадке, мы должны сначала всё-таки дать время для того, чтобы линза стабилизировалась на глазу, и только после этого оценивать посадку и оверрефракцию. Оценку посадки мы проводим через 20-30 минут на щелевой лампе. Что мы ожидаем увидеть? Мы ожидаем увидеть, конечно же, параллельную посадку. Её признаком является, во-первых, центрация линзы, подвижность в пределах 0,5-0,75 мм и положительный пуш-ап-тест. То есть мы поднимаем линзу, ожидаем, что она легко поддаётся сопротивлению при опускании пальца нижнего века, линза возвращается обратно на своё место, не децентрируясь. Вот тогда мы, в принципе, довольны посадкой, нас всё устраивает, всё хорошо. Но, естественно, не всегда мы можем получить такую посадку. Иногда нам кажется, что линза плосковата. Это чаще всё-таки бывает, опять же, по отзывам клиентов, по моему опыту. И это хорошо, потому что впоследствии линза будет дегидратироваться и сидеть на глазу более круто. А мы всегда должны давать предпочтение именно более плоской либо параллельной посадке, нежели чем крутой, потому что именно крутая посадка вызывает осложнений больше, нежели чем плоская и тем более параллельная. То есть их практически нет обычно. Поэтому мы должны также впоследствии ещё оценивать косвенно посадку, прокрашивая роговицу и конъюнктиву. Но на первичном приёме, когда только мы подбираем линзу, особого смысла в прокрашивании я не вижу. Это нужно будет обязательно сделать через 2 недели на повторном приёме. Но перед этим нам нужно ещё что сделать? Оверефракцию проверить. Для этого нельзя использовать авторефрактометры. Почему? Потому что зона, помните, 2,5 мм, измерительная зона кератометра 3 мм хорда, поэтому, естественно, адедация попадает и даёт нам абсолютно некорректные значения. Поэтому оверефракцию мы должны проводить при помощи линз из пробного набора. Подставляем линзу плюс 0,25, минус 0,25, и таким образом делаем выводы о том, как мы определились с оптической силой. И в данном случае вы можете сразу же понять, перекоррегировали или не докоррегировали, подобрать ту оптическую силу, которая подходит непосредственно пациенту. Поэтому, когда у меня часто спрашивают про вертексную поправку, про таблицы, они стандартные по отношению к этим линзам, но всё равно мы должны окончательные выводы делать тогда, когда мы примерили линзу, линза находится на глазу минимум 30 минут, мы делаем овер, и вот тогда мы уже чётко можем сказать, какая оптическая сила линзы требуется пациенту. Мы ожидаем, что острота зрения должна быть высокая, не бойтесь значения 1,2, 1,5 монокулярно. В этих линзах это очень важно, мы к этому наоборот стремимся и стараемся получить именно максимально коррегированную остроту зрения. Но при этом, естественно, стараемся не перекоррегировать, поэтому проводим субъективные тесты, например, дуохромный тест или тест с решёткой. Ну и далее очень важный момент, это как раз-таки принципиальное отличие алгоритма нового, связанного с диагностическим набором. Это то, что после того, как мы определились с параметрами линзы, нам необходимо с вами назначить пробное ношение диагностических линз. Очень важно, что это бесплатное ношение, то есть вы линзы из диагностического набора отдаёте пациенту. И это линзы плановой замены. Пациент носит их в течение двух недель и определяется со своими зрительными ощущениями, вот как раз-таки более спокойно проходит эта адаптация, потому что обычно доктора переживают, что вот пациент купил упаковку, а линзы могут не подойти. Сейчас по этому поводу можно не переживать, можно спокойно отдавать линзы на пробный период и уже через две недели делать окончательные выводы и о посадке, и в оптической силе, и адаптации. Поэтому задачи пробного ношения заключаются к адаптации непосредственно к самой линзе, адаптация к дифокусу, и нам ещё с вами нужно будет понять, что там с посадкой и с овером, потому что не всегда мы можем это сделать наверняка на первичном приёме. Далее вы назначаете сразу же повторный приём через две недели, и что же должен включать осмотр? Естественно, визометрию в линзах, естественно, прокрашивание флюорисцином переднего отрезка глаза, роговицы и конъюнктивы. Также дополнительно оверфракцию делаем, и дополнительно можно давать анкету пациентам, если вам интересно, или всё-таки есть какая-то неадаптация по словам пациента. У нас есть анкета, если кому-то нужно будет, мы вышли, которую мы даём пациентам заполнить, чтобы он чётко сказал, что не так, что у него не получается, потому что порой это не получается структурировать вот так вот сразу пациентам. Они заполняют анкету, и всё становится на свои места. И то, о чём мы говорили как раз-таки в первом докладе, то, что факторами, которые могут удлинить адаптацию, относятся три основных. Это широкий зрачок более 5 мм, это старший возраст, подростки и иногда бывают взрослые. У нас есть пациенты, которым мы подбирали бифокальные линзы, там старше 20 лет, потому что у них действительно прогрессировала всё ещё миопия. И также предыдущее использование полной коррекции, особенно если это были контактные линзы. Действительно, уже на меньшее пациент не захочет соглашаться. Поэтому, если это подросток с широким зрачком, который до этого носил мягкие контактные линзы, период адаптации будет гораздо дольше. Может быть, не две недели, может быть, и месяц. И вообще стоит подумать, стоит ли этому пациенту подбирать данный метод коррекции. Ну и восьмой шаг – это как раз-таки выбор наилучшего режима. Потому что, как я уже сказала, есть вариант плановой замены, есть вариант ежедневной замены. Так как линзы идентичны по своему дизайну, в том числе задней поверхности, то если вы подобрали линзы плановой замены, они вас устроили и по посадке, и по рефракции, и по оптической силе, то тогда вы можете спокойно назначать линзы ежедневной замены. И вот через две недели, когда пациент к вам приходит, для того, чтобы уже приобрести упаковку линз, вы можете советовать любой метод. Естественно, в случае с детьми мы рекомендуем именно ежедневный режим ношения. Здесь всё очевидно, даже, я думаю, что не стоит пояснять, но не всегда это финансово возможно для пациентов, точнее для родителей пациента. И в таком случае вполне можно использовать режим плановой замены, но обязательно с ограничением ношения до 10 часов в день. И, конечно же, впоследствии, если пациент будет носить линзы плановой замены, у него должны быть очки, причём хорошие очки с полной оптимальной коррекцией. И, как сказала Наталья Владимировна Майчук, что если выписываете линзы, обязательно важно выписывать ещё и очки, потому что действительно они очень часто приходят без них и считают, что они им почему-то не нужны. Так, ну и, в принципе, девятый шаг – это диспансерное наблюдение, которое мы проводим по следующей схеме. Значит, первый приём. Через две недели пациент определяется, и вы определяете с методом коррекции, да, со всеми параметрами. И дальше вы приглашаете через три месяца и далее каждые полгода. Что мы смотрим? Каждый раз мы смотрим посадку, безопасность ношения, прокрашивая роговицу, смотрим овер-рефракцию и, конечно же, измеряем аксиальную длину для того, чтобы, что самое главное, да, оценивать эффективность данного метода. Ну и всё на этом. Благодарю за внимание. Спасибо, Жанна Николаевна. Вопросы какие-то есть? Или переходим к следующему докладу? Нет вопросов. Есть? Есть? На дневных или вообще? Потому что, как правило, достаточно токи сродопроницаемости, которые есть в гидрогелевых линзах, при ежедневном режиме ношения. Плюс ко всему гидрогел обладает также положительными свойствами, про которые просто все забыли. У них меньше модуля пругости, поэтому они комфортнее, что тоже очень важно для детей. Про модуль упругости? Ну, конечно, есть такие исследования.